Между моментом коннекта и броходом не должно быть ни одной паузы. Ну, я долго этого не понимал и наверняка еще не до конца это понимаю. Вот теперь рассказывать про себя, что ты там детей тренируешь, что-то все. Мы живем в Санкт-Петербурге. Джу, все, подожди, сейчас все, 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 все. Давай, все, начали? Да. Раз, два, три, четыре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ряд определенных ошибок и я хотел бы попросить тебя расставить акценты сказать на что мне обратить внимание на чем стоит поработать ну прежде всего скажу что ошибки есть у всех независимо от пояса это путь бесконечный ну так как я нужно обсуждать твои ошибки то обсудим твои ошибки в общем я пытался работать spider lasso и твоя главная ошибка ты даешь растягивать себя ты даешь заправлять лассу и только позже пытаешься как-то как-то просто держать баланс на самом деле нужно вводить превентивные меры и уже на моменте креветки растяжки снимать хотя бы spider если ты не успел спать снять spider надо пытаться снять класса надо заблокировать руку и снимать класса ну это как бы две две основные ошибки в работе спойдулась да я заметил что ты очень много играешь spider lasso мне очень понравилось да и я действительно уже поздно реагировал и уже пытался просто как-то удержать баланс чтобы ты меня и не сыпанул но получалось по-разному и если несложно можешь показать несколько превентивных мер ну как не действовать чтобы не было так легко заправлять подрываться с удовольствием баланс и дистанция это уже хорошо на самом деле вот когда растягивать прежде чем сделать заправить лассу человек обязательно сделает креветку и уже в этот момент нужно отыграть захват спайдера принципе я его уже от отрезал сейчас я понимаю что мне стоит бояться нога прямая я не могу дотянуться до вернемся пока вот в таком положении руки гуляют свободно если ты меня растянул да я уже не могу дотянуться но я коленом складываю твою ногу подламываю обхожу и двигаюсь в сторону колена дальше если ты ничего не заправил просто могу скинуть вторую ногу если я не успел по каким-то причинам да ты заправляешь ласса опять же я вторым темпом все это снимаю и далее работаю с лассой очень многие пытаются пройти сюда часто это опасно идешь на свип как бы мне больше нравится заправлять глубже даже когда ласса заправлен глубоко я разрываю дистанцию вытаскиваю крюк дальше вставляю одну ногу и на лагерек вторую далее обрываю захват еще раз можно и цеплять заправили лассу да тут я уже везде опознал если я пропустил спайдер или пропустил лассу я отрабатываю спайдер делаю стол пытаюсь вытянуть крючок вынимаю крючок захожу в лагерек обрываю захват и даю проход гарды ну если человек не умеет работать спайдер ласса и он чуть-чуть затормозит обычной реакции я начинаю проходить захват спайдер тут самые простейшие сюда или же свожу сюда но обычно в старших поясах это не работает ты не успеешь это сделать спасибо спасибо за подробный ответ что касается x-guard я дал тебе заправить x-guard специально чтобы показать как я его сушу и как его пытаюсь проходить есть много других вариантов алексей владимирович сегодня показал мне интересные проходы но у меня есть с вами наработочка она попробуем любой любой то есть для того чтобы мне держать баланс мои ноги должны быть близко когда прямая осанка и ноги близко я могу стоять долго здесь все эти твои поды да ты меня уронишь конечно поэтому я перемещаю ногу поближе и встаю в правильную стойку разворачиваю носок сюда таким образом я могу сложить твой x в принципе он уже не работает но здесь есть опасность что возьмешь меня за ногу бери естественно за штанину я должен успеть отработать эту руку и сделать осанку далее я уже работаю с этими ногами вот они в принципе что я вроде бы сделал не так наверное да я делал что-то такое есть гораздо проще это сложил и беру за штаны осанку баланс проход на сингл x у нас был сингл x в принципе сингл x все то же самое только я работаю с этой ногой да я делаю так тоже контролирую руку и начинаю снимать ну дальше множество проходов пробивания колена обход колена так или то что сделал я по моему да здесь я обошел таким незамысловатым способом это по их сгарда возможно есть уже заметил какие-то замечания я очень часто чувствую трудности в проходе гарда возможно ну ты заметил какие-нибудь ошибки и знаешь что нужно возможно исправить в плане осанки баланса но что касается проходов гарда первая ошибка часто встречающиеся самое это когда человек берет захват и делает паузу между моментом коннекта и проходом не должно быть ни одной паузы на самом деле это пауза отрабатывается на тренировках на жизнь очень часто мы подходим давай под накрутил я буду проходить вот это как раз есть мы нарабатываем нейронную связь которую потом придется растаптывать эту тропинку это должно быть важно если ты взял ты сразу должен идти на проход поэтому я успевал проходить иногда тебя потому что ты не успевал взять за штаны но в остальном мы прошли семинар анатолия абрамова показал прекрасные проходы как человека загнать фабгард и медленно его разламывать но это трудно такая трудозатратная я считаю работа мне больше нравится двигаться работать на скорость на тайминг так назовем это концепция коннект действия ну ранее я часто слышал что борьба черных поясов это борьба за захват и как только человек получает правильный захват в общем то исход уже решен исход прохода исход свипа исход болевого я долго этого не понимал и наверняка еще не до конца это понимаю но сама мысль такова что если ты взял правильный захват ты должен сразу работать не должно быть паузы не должно быть раздумий то есть я вижу финиш стоит здесь я знаю что мне нужно делать это не стартовая позиция стартовая позиция когда у нас нет захватов самый правильный проход гарда это проход открытого ганда и кто заберет захват тот берет инициативу евгений покажите мне несколько способов как этому возможно нужно отрабатывать эту концепцию хорошо ложись скажем так первое знакомство с техникой я всегда даю как детям так и взрослым пошаговая да там есть пауза есть шаги сделал 1 2 проговариваю взял захват но это только ознакомление когда ты эту технику примерно нарисовал себе рисунок это должны отрабатывать и я заставляю отрабатывать ее в режиме слоу моушен скажем так даже здесь такой позиции то есть когда я забираю захват чтобы не было 1 2 я сразу прохожу в пути этого уровня медленно и на одной скорости чтобы не было рывков для того чтобы это правильно прописалось в нашем мозгу чтобы была четко построена нейронная связь первое это что стараться работать на одной скорости без ускорения без замедлений чтобы запись была была правильная второе естественно контролировать захват делать исключать паузу между захватом и проходом это должно быть одно движение пусть это даже движение вперед-назад раз направляю это одно движение я беру прошел я положил например ноги в кладу руки сразу двигаюсь чтобы это было максимально плавно максимально без единой малейшей паузы я считаю что такая наработка способствует потом правильной борьбе мозгу без разницы воспринимать быстро это скорость медленная скорость он записывает для него это все абсолютно мир абсолютно понятен вот что касается работы снизу отдельно говорим работа снизу то же самое у тебя пауза я ничего не жду я сразу же сразу же заправляю улучшаю захваты не делаю никаких пауз не должно быть а сейчас карман поправил взял ноги нет еще раз это одно движение все рамка рамка и сразу привет я считаю что это работает на любой технике независимо и скорее всего даже были вы можно разобрать сейчас у нас нет на это времени концепция старая и новая естественно каждый понимает его по-своему очень часто в интервью люди дают советы там себе прошлому себе будущему возможно я бы хотел вас спросить какой совет вы можете дать нашему брыжа сообщества это основному полусиние пурпурные пояса сейчас в россии это самый массовый сегмент на чем сосредоточиться ребятам чтобы улучшить свою игру я скажу общими словами конечно штаб чемпион нам бит на нам много водки пи во первых джиу-джитсу все тренировки должны быть умные на smart тренировки что это значит мы не должны просто приходить зал для того чтобы порубиться выпустить пар и уйти домой там с кашей в голове что я имею ввиду когда ты приходишь на тренировку ну во-первых должно быть как можно больше борьбы по заданию это очень важно и максимально борьбы по заданию исходя из того что ты отрабатывал отрабатываешь позицию значит это должна быть борьба в этой позиции должна быть как это условная борьба нужно ставить больше условий свободной борьбы должно быть я считаю минимум ну возможно один раунд я даю своим ученикам один ну иногда два раунда свободной борьбы в основном это борьба по заданию и конечно же нужно делать паузы нельзя заниматься джиу-джитсу как бы нам не хотелось каждый день и даже два раза в день я считаю что нужно делать паузы для того чтобы переварить эту информацию ну минимум два раза в неделю допустим выходные воскресенье возможно среда четверг можно заменить этого фп можно заменить это футболом можно заменить это качалкой чем угодно но ты должен сделать паузу чтобы информация утряслась осела осела правильный осадок наверное все ей большое спасибо за то что разобрали мой друг очень было приятно с вами пообщаться ребята и надеюсь это видео будет полезно не только мне так как разбирали мои ошибки каждый из вас в этом найдет что ты для себя и подчеркну эту информацию спасибо до встречи в новых выпусках спасибо всем советую больше подписываться на бжж фрикс покупайте премию вот я вот накопил денег я сейчас куплю там была акция по-моему недавно но я все-таки решусь решусь на куплю и буду смотреть заведите копилочку заведите копилочку приведите к Алексею Владимировичу и разбейте ее и 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